Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ребёнок первый класс обижает одноклассники, бьют. Подошла к учительнице, она ответила, что ребёнок сам должен устанавливать отношения с одноклассником. Как быть? Ну, Анна, как быть, чтобы что? Чтобы ребёнка лошадьего перестали бить? Чтобы учитель что-то сделал? Чтобы вам перестать переживать? Вы как-то сформулируйте, как быть, чтобы что? Ну, на мой взгляд, насилие в любом случае должен предсказать учитель так или иначе. То есть, понятно, что полностью от насилия, если школьники этого хотят избежать, наверное, они получатся. Но, в целом, учитель должен что-то сделать. Это первое. Второе. Разговаривать по данному вопросу нужно не вам, а отцу ребёнка. Это традиционно, по крайней мере, в какой-то российской парадигме. Это традиционно функция, функция отца. То есть, это нужно обцу делать. То есть, разбираться, конечно, лучше отцу, особенно если ребёнок мальчик. Вот. И, соответственно, отцу же необходимо разговаривать с мальчиком. Вот. Быть с ним рядом. Если отца нет, то это может быть любая близкая мужская фигура. Вот. Не обязательно отец. Вот. Вам же, со своей стороны, желательно придерживаться не жаления ребёнка, счастливства ему и желание помочь и быть рядом, чтобы выслушать его в случае чего. Вот. Также хочется сказать, что выбирают, кого бить, дети не случайно выбирают, кого бить, совершенно определёнными характеристиками. Эти характеристики необходимо бы у вашего ребёнка выделить и посмотреть, как вы в его семье эти характеристики поддерживаете. Соответственно, анализ ваших отношений в семье может помочь это подкорректировать и убрать эти тенденции. Благо, ребёнок в первом классе, психика у него ещё гибкая, поменять что-то можно достаточно легко. Ну и вам тоже придётся менять. Как-то так. Вот. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.